Ну что ж, давайте с вами продолжать. В прошлый раз мы закончили на том, что сформулировали теорему, характеризующую наконец-таки, что же такое стандартный базис Гребнера-Шершова. Я напомню формулировку. У нас была схема симплификации линейная. В качестве векторного пространства мы взяли свободную ассоциативную полугрупповую алгебру над алфавитом Х. Частичный порядок — это упорядочение по суппортам. И симплификаторы — это редукция относительно системы порождающих некоторого идеала и двустороннего нашей алгебры. Но мы рассматриваем ситуацию, когда система порождающих не более чем счетна, чтобы нам не выходить за рамки конструктивности. Вот. Естественно, что если у нас есть упорядоченность по суппортам, то неявно подразумевается, что на маномах фиксировано какое-то допустимое упорядочение, на основе которого порядок, частичный по суппортам, распространяется на некоммутативное поленомо. Теорема. Вот этой теоремой, формулировкой мы в прошлый раз завершили нашу лекцию. Следующее условие эквивалентное. Следующее условие эквивалентное. Первое. Ж — это стандартный базис идеала И. Второе. Любой элемент этого идеала редуцируется к нулю. к нулю с помощью G. Ну, то есть, применяя цепочку симплификаторов, мы сможем за конечное число шагов сделать из H 0. Третье. Любой S-полином. С с индексом дельта. У нас были S-полиномы для особенностей перекрытия и особенностей включения в прошлый раз. Для любого S-полинома S-дельта существует представление с параметром меньшим W-дельта. Ну, сейчас мы формулировку ТМ завершим. Я напомню еще разочек, что такое S-полиномы, что такое параметр начального представления. Дальше. Да, ну, давайте так. Это будет четвертый пункт. Так будет удобно просто. Третий пункт немножко другой. Для любого H из идеала И существует H-представление. Существует H-представление. И пятый пункт. Наша схема симплификации обладает свойством канонизации. Свойством канонизации. Вот такая теорема у нас была в прошлый раз. Ну, давайте, прежде чем мы начнем ее доказывать, я напомню, значит, что здесь имеется в виду. Значит, вот есть у нас какие-то маномы. Значит, А, Б, С. Какие-то некоммутативные маномы. И, значит, смотрите. Возможно, две ситуации. Ситуация первая. А это, точнее так, А, Б это ЖИТ с черточкой. То есть это произведение и равняется старшему члену нашей системы порождающих идеала И. А, Б, С это ЖИТ с черточкой. Вот такая у нас получается особенность перекрытия. Мы можем редуцировать с помощью А, Б. Можем редуцировать с помощью Б, С. Вот. Ну и наличие канонизации, если как бы у нас стандартный базис означает, ну, как раз вот ровно то, то, что независимо от того, как мы будем редуцировать, мы получим, в конце концов, одно и то же. Кроническая форма будет существовать. Значит, для этой особенности у нас С-полином был такой. Мы, значит, берем ЖИТ с кружочком, умножаем на С, ЖИТ минус А на ЖИТ с кружочком. Напомню, что у нас ЖИТ с кружочком ИТ. Это ЖИТ разделить на старший коэффициент. Вот так вот. И рассмотрим, значит, то есть получается, какое у него, у этого С-полинома, ясное дело, что этот С-полином лежит в идеале нашем, потому что ЖИ и ЖИ там лежат. И начальное представление, параметр В-дельта, это как раз А, Б, С. это параметр начального представления. Начальное представление единичка. Ну, почему так? Что такое параметр представления? Давайте еще раз вспомним. Там мы, значит, смотрим, какой старший, ну, в общем, значит, рассматриваем все маномы, какие есть, выделяем в каждом маноме старший член и берем максимум. Получается, в нашем случае В-дельта это максимум из-за старшего члена этого слагаемого, старшего манома, и вот этого. Ну, тут видно, что А, Б, С в обоих случаях. Вот такое. Вторая особенность, какая может быть, особенность включения. Это у нас следующее. Это у нас снова есть маном А, Б, С. Маномы А, Б, С. Мы, значит, рассматриваем произведения их и на этот раз считаем, что А, Б, это ЖИТ с черточкой, А, Б, С это ЖИТ с черточкой. Это особенность включения. Мы можем редуцировать в этом случае опять-таки двумя путями. Редуцировать с помощью ЖИТ и с помощью ЖИТ. С полином для этой конструкции ну, такой. Значит, мы должны взять А, ЖИТ с кружочком на С и вычесть отсюда ЖИТ с кружочком. Опять-таки у нас В, Дельта для такого С полинома это А, Б, С. Каждым слагаемым смотрим старший маном и он равен А, Б, С. Начальное представление и для этого С полинома и для этого А, Б, С. Вот. Значит, ну, если бы это представление было бы Аж представлением, то это бы означало, что старший маном С полинома в точности равен А, Б, С. Ну, как мы видели в прошлый раз, это не так. Здесь старший маном сокращается, то есть это не Аж представление. То есть 1 и 2 не является Аж представлением. таким образом. Ну, давайте докажем эту теорему из 1 в 2. Что означает, что уже это стандартный базис? Ну, мы определяли это так. старший маном любого элемента идеала И содержит в качестве подслова старший маном какого-то элемента из системы порождающих этого идеала. Ну, то есть получается так. Значит, фиксируем любой элемент H нашего идеала. вот тогда H ну, расписать как сумму по И ну, сумма конечная здесь будет α-I U-I G-I V-I где α-I из K U-I V-I из нашей алгебры. Вот таким образом. Ну, что это дает? По условию у нас идеал старших членов порождается старшими членами системы порождающих. Поэтому существует существует G-I-I из-за системы порождающих G такое, что старший маном этого G-I-I это под слово в старшем маноме многочлена H. Ну, тогда мы можем редуцировать с помощью этого G-I-I. Редуцируем H с помощью G-I-I. более конкретно что мы должны сделать? Мы выделим в этом представлении выделим старшим маноме многочлена H маном G-I-I-I с черточкой. Посмотрим, что там слева стоит, что там справа, что за маномы. И применим соответствующий симплификатор. Все остальные маномы кроме такого он будет оставлять на месте и по линейности мы таким образом редуцируем всю вот эту конструкцию. Получим H1 какой-то, то есть другой элемент. Он тоже будет лежать в идеале. Тоже будет лежать в идеале. Ну, почему? Потому что редукция идет так. Мы, значит, G-I-T с черточкой заменяем на соответствующее F-I-T. Это младшие члены многочлены G-I-I. По модулю идеал это одно и то же. Ну, значит, мы из идеала не выходим. Ну, и упрощение состоит в том, что суппорт H-I меньше суппорта H. Меньше суппорта H. А дальше что мы говорим? Так как упорядочение по суппортам удовлетворяет условия минимальности, то получим в конце элемент H-M из идеала, который никуда не редуцируется, который дальше не редуцируется. Ну, каким свойством обладает этот многочлен? Посмотрим на его старший член. По условию старший член содержит какой-то G и M с черточкой из G в качестве подслова из G с черточкой. Ну, если это так, а это так по условию, то мы можем продолжить редуцирование. С другой стороны, мы дальше ничего не сделаем. Единственный случай, когда это возможно, это когда H-M t равно нулю. Вот мы это редуцировали к нулю наш многочлен. Давайте наоборот из 2 в 1 докажем. Пусть любой элемент идеала i редуцируется к нулю. Что тогда у нас получается? так как любой h из i редуцируется к нулю с помощью G, то, что мы можем сказать, любой элемент из i с черточкой редуцируется. Потому что, ну, если бы это было не так, то мы бы не смогли отредуцировать любой элемент идеала к нулю. Как ведем редукцию? Мы смотрим на старшие маномы и ищем вхождение старших маномов нашей системы порождающих в этот старший маном, элементы, которые мы зафиксировали. Ну, поскольку этот элемент можно отредуцировать к нулю, то там вхождение такое обязательно будет, если этот многочлен был не нулевой. Поэтому обязательно мы получим искомое равенство. Потому что в другом случае мы бы не могли отредуцировать к нулю. вопреки тому, что у нас есть. Давайте дальше. Из двух мы получим три. Значит, построим h-представление для ну тут я написал существует, это конечно неправда. Для любого элемента h существует h-представление. Да. Значит, ну как мы будем это делать? Как мы будем это делать? Пусть у нас есть элемент h, но посмотрим. У нас есть двойка, а двойка эквивалентна единице, как мы уже поняли. Поэтому из два у нас вытекает, что старший член этого многочлена старшим аном есть у с черточкой на g и t с черточкой для какого-то g и того из нашей системы порождающих. Идеала i. Вот такое есть у нас соотношение на старшие члены. пусть w это параметр представления h. Ну вот как-то этот h раскладывается по системе порождающих вот таким вот образом. Посмотрим на параметр. Еще раз что такое параметр. это мы должны взять в этой сумме старшие члены каждого слагаемого ну и вот максимальный такой старший член объявить параметром. Независимо от того сокращаются они не сокращаются. Вот если они сокращаются то этот параметр будет больше чем старший член многочлена h. То есть мы имеем в любом раскладе соотношение что w больше либо равно чем h с черточкой. Если есть равенство то мы все сделали у нас h представление есть. Поэтому будем считать что w больше строго чем h с черточкой. Ну а вот это сравнение понимается в смысле допустимого порядка который ну участвует в определении порядка по суппорту. Вот таким у нас. Давайте верхнюю часть мы сотрем так вот как-то и продолжим. Значит что мы будем делать? Будем вести редукцию а элемента h к нулю. Мы можем это провести у нас по условию дано что мы можем редуцировать к нулю. Ну и что будет получаться? Давайте подумаем. На каждом шаге редукции из h вычитается что? Вычитается элемент со старшим членом меньше либо равным старшего члена этого элемента. почему? Ну на первой редукции мы посмотрим на старший член. Он там может редуцироваться. Мы это отредуцировали и получили новый многочлен из идеала i, который по суппорту меньше исходного. Меньше исходного. Значит продолжим редуцировать уже многочлен h1. у него старший член меньше чем старший член многочлена h. Стало быть стало быть редуцируя его мы будем вычитать что-то со старшим членом строго меньше чем h чертой. Таким образом на каждом шаге будет происходить именно редукция с таким условием на старшие члены. Ну что это означает? Поэтому вот давайте напишем так h принадлежит i с индексом h с чертой но плюс h чертой v. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Давайте вот так скажем. и с индексом z мы будем получать все многочлены f из идеала i такие что существует представление для f с параметром строго меньшим чем вот этот z с параметром строго меньшим чем вот этот z ну и вот смотрите мы первый раз это редуцировали параметр давайте здесь тоже черточки поставим параметр упал мы здесь старший член уменьшили все остальные члены уже будут иметь параметр меньше чем h с черточкой значит наш элемент h лежит вот в таком множестве вот таком давайте на поле умножим чтобы точно было хорошо хорошо ну и в итоге поскольку мы сможем отредуцировать к нулю у нас получится что ж представим в виде линейной комбинации элементов из и с индексом h чертой и элемента из ну вот такого множества а тогда значит получится отсюда что h имеет h представление потому потому что старший член здесь не сократится со старшими членами тут и с индексом h с чертой потому что там параметр строго меньше чем h с чертой ну и все вроде как мы из идеала не вышли но и параметр представления не больше чем h с чертой а с другой стороны он не меньше ну значит они равны и мы построили h представление вот так давайте продолжим и докажем из тройки четверку выведем это значит что там у нас было тройка это существование h представление а четверка это что любой с полином обладает представлением меньшим начального но это достаточно просто рассмотрим с полином тогда как уже было замечено его старший член независимо от того что там за особенность включения или перекрытия старший член меньше дубль в дельта по определению с полином но с полином лежит в идеале сюда следует по условию 3 существует представление для s с индексом дельта с параметром s дельта с черточкой ну а это как раз то что нам нужно это то что нам нужно ну из 4 получим 5 ну вот это чуть посложнее не делается но тоже в принципе общая идея общая концепция ну довольно таки понятна значит что нам нужно сделать нам нужно показать что независимо от того как мы там редуцируем у нас нормальная форма любого элемента из-за нашей алгебры ассоциативной полугрупповой будет определена однозначно что давайте это сделаем пусть это не так пусть существует многочлен без канонической формы без канонической формы тогда вот мы когда в общем виде схему симплификации рассматривали в частности линейную схему симплификации у нас было следующее у нас было следующее мы говорили что если все маномы линейной схемы симплификации обладают канонической формой то и сама схема является схемой без канонизации со свойством канонизации таким образом если у нас есть какой-то многочлен без канонической формы то тогда существует и маном без канонической формы маном z какой-нибудь давайте вот так обозначим без канонической формы это последствия из ТАМ о линейных схемах симплификации вот так хорошо из всех таких выберем минимальный пусть z это вот такой минимальный плохой маном в том смысле что он не обладает канонической формы то мы будем делать дальше ну раз у него нет канонической формы то существует две возможных редукции с помощью r i с помощью r g симплификаторов ну симплификатор r i отвечает элементу g и тому системы порождающих идеал ну значит нам не принципиально что там за левый маном и правый ну вот можно где-нибудь сторонки там писать u1 v1 u2 v2 u1 u2 это маномы ну и v1 v2 тоже так значит у нас получится с одной стороны r i z с другой стороны r g z и значит по свойству асимплификаторов будет выполняться неравенство r i z меньше z и r g z меньше z то есть это уже не минимальные элементы в классе плохих значит они не являются плохими поэтому мы можем довести от конца до канонической формы элемента r i z и до канонической формы r g z вот ну давайте разбираться здесь у нас основная значит в чем возможно было разветвление в том что там s полином где-то встретился давайте разбираться случай первый да ну давайте так здесь i соответствует маному g с чертой g соответствует маному g g с чертой значит первый случай вхождения маномов g с чертой и g с чертой в z не пересекаются не пересекаются ну то есть у нас получается z устроено таким образом u g i с черточкой v g g с черточкой w вот так то есть зацепления нет ну в таком случае в таком случае r и z чему у нас равно мы должны значит пройтись по вот этому слову g с чертой вхождения заменить на младшие члены g g вхождения оставить на месте ну значит получится что u на f i v g с чертой w если мы сделаем применим симплификатор rg то мы получим u g g с чертой v на f g на w ну и вычтем один из другого r i z минус r g z что мы получим ну получим u f i v g g с чертой w минус u g с чертой v f g w так что мы сделаем тут мы сделаем такое преобразование u f i v g с чертой на g с чертой на g с кружочком заменим вот ну и чтобы ничего не изменилось нам надо младшие члены дописать то есть плюс u f i v f g w вот после этого у нас ничего не изменится точно так же поступим со вторым слагаемым вместо g с чертой поставим g с кружочком и чтобы ничего не изменилось вычтем младшие члены u u f i v f g w вот таким образом здесь у нас сокращается первое слагаемое и правое слагаемое и в итоге давайте запишем что получится у нас у нас получится выражение, ну, такого вида. Значит, так, я не то подчеркнул, прошу прощения. Второе слагаемое сокращается с правым. Да, и у нас остается U, F, I, V, G, G с кружочком, W, так, минус U, G, I с кружочком, W, F, G, W. Вот таким образом, давайте обозначим эту звездочку. И параметр представления звездочка, параметр представления звездочка у нас меньше Z. Почему? Потому что Z у нас, как маном, был вот такого вида, нам было G из чертой, G, G, G с чертой, U, W, W мы не меняли. Но вместо G, I с чертой в первом слагаемом у нас стоят младшие члены. Вместо G, G с чертой во втором слагаемом младшие члены. Значит, старший маном. Все маномы первого слагаемого и второго не больше, чем Z. Стало быть, это представление имеет параметр меньше, чем Z. Ну, тогда сюда следует, что вот это вот выражение, U, F, I, V, G, I с кружочком, W, минус U, G, I с кружочком, W, F, G, W, принадлежит нашему множеству и с индексом Z. Так как Z минимальный плохой маном, то все маномы из M и Z владают кронической формой. Ну, а тогда у нас и с индексом Z легко видеть, что это подпространство. Что это подпространство в нашей алгебре. Стало быть, если все маномы оттуда обладают кронической формой, то и все элементы из Z и Z обладают кронической формой. Но, вот важное замечание, если какой-то элемент H идеала I мы возьмем, а если он обладает канонической формой, то она нулевая. Почему это так? Ну, будем мы, значит, редуцировать этот элемент H к нулю с помощью ну, точнее так, вот мы доказываем из 4 и 5, поэтому мы про редуцируемость к нулю пока еще не знаем. Мы просто будем редуцировать элемент H с помощью системы G. Как будет происходить редукция? Редукция происходит следующим образом. Мы смотрим на представление этого элемента H и достаточно таким образом нам показать, что каждое слагаемое этого представления ну, редуцируется как-то к нулю. Если мы это сделаем, то все как бы будет хорошо. Ну, давайте вот, пожалуй, все-таки так мы запишем пока и с индексом Z. Почему, значит, она нулевая? Ну, потому что, ну, представьте себе, вы будете редуцировать каждый моном этого идеала и этого подпространства. Значит, вы будете уменьшать старший член этого монома. будете уменьшать старший член и за счет того факта, что любой элемент этого множества обладает коронической формой, вам без разницы, в какой последовательности вы будете проводить редукции. То есть, все сойдется все равно к одной и той же коронической форме. Таким образом, вы можете редуцировать каждое слагаемое этого многочлена, то есть, каждый моном. Вам достаточно показать, что каждый моном редуцируется к нулю. Обладает нулевой канонической формой. Ну, это очень просто делается. Ведь мономы там в конечном счете будут устроены так. Уже ИТВ для какого-то же ИТВ из нашей системы порождающих. И тут стоят какие-то мономы слева и справа. Вот. Ну, а как он редуцируется? С помощью симплификатора U с чертой и V с чертой мы его... Ну, тут да, можно считать, что ЖИТС кружочком. Если что, мы на старший коэффициент сократим. и мы просто заменяем на младшие члены. Но по факту дайте так ЖИТС чертой. Но по факту там слагаемое ЖИТС кружочком, множитель ЖИТС кружочком есть. А он есть ЖИТС чертой минус ФИТ. Поэтому применяя симплификатор вы ЖИТС с черточкой заменяете на ФИТС и тут все сокращается. ФИТС наш симплификатор не трогает. То есть любой такой маном редуцируется к нулю. И зная, что неважно в какой последовательности редуцировать, вы таким образом все маномы в H отредуцируете к нулю, и он тоже отредуцируется к нулю, потому что корническая форма это линейный оператор на подпространстве элементов с корнической формы. Таким образом мы можем говорить, проверить, что каноническая форма любого элемента отсюда нулевая. Хорошо, что это нам дает. Давайте посмотрим тогда на каноническую форму элемента Z. Ну, не его, конечно, а вот этой разности. R, I, Z минус R, G, Z. Мы знаем, что соответствующее представление имеет параметр меньше Z, поэтому корническая форма здесь существует. А с другой стороны корническая форма это линейный оператор. R, I, Z и R, G, Z имеют каноническую форму, поэтому равенство справедливо. Вот. С одной стороны это получается каноническая форма 1, каноническая форма 2 с другой стороны. Но мы уже поняли, что здесь нулевая каноническая форма из-за нашего наблюдения. Стало быть, каноническая форма 1, каноническая форма 2, маномы Z совпадают, а этого не могло быть, а так как маном плохой, следовательно, Z не является плохим. и так коническую форму мы построили для каждого элемента свободной ассоциативной полугрупповой алгебры. Ну и давайте закольцуем из пятерки выведем двойку. Из пятерки выведем двойку. Значит, у нас что есть? у нас есть, что наша схема обладает свойством канонизации. тогда мы знаем, что вся алгебра распадается в прямую сумму подпространство нормальных элементов и подпространство элементов с нулевой канонической формой. Это из ТМ по линейных схемах симплификации. n это подпространство нормальных элементов. у это подпространство элементов с нулевой канонической формой. Используя наше наблюдение, зная, что любой элемент обладает канонической формой, можем сказать, что любой элемент h нашего идеала каноническую форму имеет нулевую в точности. Коническую форму имеет нулевую в точности. Но, стало быть, h редуцируется к нулю. а это есть два. И, более того, более того, у это в точности и на самом-то деле. То есть, подпространство элементов с нулевой канонической формы это в точности. следствие наш идеал. Любой элемент идеала к нулю редуцируется. Ну, а если элемент к нулю не редуцируется, он просто не лежит в идеале. и тогда не лежит в у. Вот мы доказали нашу теорему. Давайте следствие. Следствие какого плана? Пусть у нас есть идеал, порожденный системой G, нашей свободной ассоциативной полугрупповой алгебры. А G стандартный базис. создает только тогда, когда все полиномы редуцируются к нулю. Доказательства. По одну сторону мы уже знаем, потому что есть у нас стандартный базис, то любой элемент идеала редуцируется к нулю, в частности, любой S-полином. В другую сторону, пусть у нас все S-полиномы редуцируются к нулю. Тогда схема симплификации наша, с которой мы работаем, удовлетворяет условия локального слияния. я напомню, что локальное слияние это следующая вещь. мы берем, значит, элемент нашего в данном случае подпространства, редуцируем двумя путями слияния и рано или поздно уткнемся в один и тот же элемент F1. Вот такое выполняется. ну и в чем нам это помогает? у нас вся так сказать проблема, вся неоднозначность о редукциях была связана с S-полиновым. Таким образом, наличие локального слияния равносильно тому, равносильно тому, что ну фактически любой S-полином редуцируется к нулю, потому что наличие S-полинома означает, что мы редуцируем разными путями не ну вот можем получить разные элементы нормальные, но если S-полинома редуцировалась к нулю, то этого не происходит. Таким образом, схема удовлетворяет условия локального слияния тогда и только тогда, когда все S-полиномы редуцируются к нулю. Ну а мы знаем, что если в схеме симплификации выполнены условия локального слияния, то тогда она обладает свойством канонизации. Обладает свойством канонизации. Ну и используя нашу теорему, мы выводим отсюда, что любой элемент идеала редуцируется к нулю. Ну вот, таким образом следствие доказано. Ну, давайте, значит, поговорим про некоторые алгоритмические аспекты, ну, не вдаваясь пока в глубокие подробности, которые у нас будут уже после того, как мы с системами нелинейных алгебраических уравнений разберемся. Ну вот, алгоритмические вопросы такого простого порядка мы сегодня обсудим. Ну, первое. Первое. Пусть у нас есть идеал, порожденный системой G, G, система конечная. Если оказалось, что это стандартный базис, тогда проблема вхождения в идеал. Алгоритмические разрешимы. Ну, значит, возьмем нашу схему симплификации. И она обладает свойством кононизации. Мы уже поняли, что элемент H принадлежит идеалу тогда и только тогда, когда его каноническая форма нулевая. Тогда и только тогда, когда его каноническая форма нулевая. применяем к H симплификатора из RG, так как G конечная, то за конечное число шагов получим кроническую форму. Ну, и посмотрим просто равна она нулю или нет. Равна, значит, лежит. Не равна, значит, не лежит. мы знаем, что в общем виде проблема вхождения в идеал алгоритмически неразрешима. Ну, и связано это с тем, что стандартный базис не обязан быть конечным. Если он конечен, то проблем нет. Алгоритмически разрешимо все. Следующий, значит, вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Пусть идеал порождается системой G, и система G ну конечна. Система G конечна. Что можно сказать? Перечислим ли стандартный базис? То есть, перечислим стандартный базис идеала i. Ну, да, перечислим. И перечислимность доказывается с помощью алгоритма Бухбергера. Ну, Бухбергера Шершова, на самом деле. Ну, алгоритм в кавычках возьмем, так сказать, это никакой не алгоритм. Если, так сказать, мы базис стандартный бесконечный будем получать, то мы просто его будем выписывать, 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 и, в общем-то, за конечное число шагов мы не остановимся. Ну, по крайней мере, мы его эффективно сможем знумеровать. В этом, как бы, и смысл утверждения. Давайте докажем. И если стандартный базис будет конечным, то то, что мы будем делать, на самом деле будет алгоритмом. И мы за конечное число шагов, применяя вот процедуру, которую мы сейчас будем применять, мы построим стандартный базис. Ну, делается так. Возьмем, значит, систему HI, определим, где каждый HI, просто возьмем равным G, где G, это система порождающих идеала И. Значит, S1 число определим, как M, количество элементов в исходной системе порождающих. Что мы будем делать? Строим все S-полиномы, строим все S-полиномы для системы H1 и так далее, HS1. Ну, поскольку у нас элементов конечное число, то S-полиномов для этой системы будет конечное число. мы их построим. Если они редуцируются к нулю все, то мы все построили. То перед нами уже есть стандартный базис. Пусть не так. тогда обозначим за H1 ну, вот эту нашу начальную систему. H1 и так далее, HS1. Добавим к этой системе все S-полиномы. Все S-полиномы, которые не редуцируются к нулю. Получим новую систему. систему H2, H1 и так далее, HS1, HS1 плюс 1 и так далее, HS2. В этой системе уже все S-полиномы из H1 будут к нулю редуцироваться. все S-полиномы из H1 уже редуцируются к нулю с помощью H2. Тогда, значит, мы строим H2. H3 как H2, объединенное со всеми S-полиномами, которые в H2 не редуцируются H2. И так далее, так далее, в итоге система H, которая есть объединение по E от единицы до бесконечности систем H и Т, стандартный базис. Стандартный базис. Каждый H перечислим множество, значит, и H перечислим. это не алгоритм, но если стандартный базис конечный, мы в конце концов отредуцируем вообще все с полинома к нулю, и процесс завершится на каком-то конечном шаге. Вот. Ну, давайте подумаем, что такого существенного есть, что мешает стандартному базису быть конечным в некомутативном случае. Ну, вот. Давайте такое определение сформулируем. Такое определение. Определение. Пусть идеал И, порожденный системой G. Идеал двусторонний, но у нас пока только такие. посторонний идеал в свободной ассоциативной полугрупповой алгебре. Значит, рассмотрим в идеале старших маномов маномы, маномы, не содержат других маномов, эдуцируемых относительно G. не содержат и в качестве подслов других маномов, а эдуцируемых относительно G. Значит, вот такие маномы называются обструкциями. Такие маномы называются обструкциями. Вот и, собственно говоря, замечание состоит вот в чем. G является стандартным базисом тогда и только тогда, когда множество старших маномов системы, порождающих G, содержат все обструкции. содержат все обструкции. Давайте это докажем. в одну сторону. Пусть у нас же это стандартный базис, тогда мы знаем, что идеал старших членов порождается старшими членами системы, порождающих этого идеала. так, ну, тогда среди элементов из G с черточкой есть все обструкции. так, как иначе существует, существовал бы H из I такой, что его экономическая форма не нулевая была бы. мы бы не смогли его отредуцировать к нулю, ну, просто потому, что в какой-то момент старший член того, что мы уже получили на каком-то шаге редукции, был бы обструкцией не из G с черточкой. Но обструкция это что такое? это такой маном, который в качестве подслов других маномов из G с черточкой не содержит. Ну, значит, мы тогда и редукцию останавливаем, а нуля еще не получили, что, конечно, противоречит тому, что G это стандартный базис. В другую сторону давайте посмотрим. Значит, у и T ну, и пробегает какое-то не более чем счетное множество это все обструкции. Все обструкции. Рассмотрим в качестве G вот такое множество множество всех элементов идеала и таких, что старший член является обструкцией. Причем будем только одного представителя брать для каждой обструкции. для каждой обструкции берем один представитель. Вот. У утверждается, что это стандартный базис. Ну, в самом деле, в самом деле, берем любой элемент H из I, тогда получается, что H либо обструкция, либо обструкция, либо содержит обструкцию в качестве под слова. ну, почему так? Ну, потому что у нас идеал I порождается системой G, если мы в качестве системы G возьмем такую, то и посмотрим на старший член, либо это обструкция, ну, значит, это нас устраивает, либо это не обструкция, но если это не обструкция, то там есть под слово, которое индуцируется относительно G. Стало быть, где-то там в этом под слове есть обструкция, которая вот в качестве под слова содержится. ну, тогда в этом случае H редуцируется с помощью некоторого уитого, с помощью там обструкции к H1. И старший член H1 меньше старшего члена H. Снова смотрим, значит, старший член либо обструкция, либо содержит в качестве под слова обструкция. Ну, если это обструкция, то нас это устраивает, потому что мы имеем соответствующий элемент системы G, у которого старший член в точности совпадает с нашим H1 с черточкой, и мы таким образом редуцируем к нулю. Либо продолжим процесс. Получим многочлен H2, у которого старший член меньше старшего члена H1. Но в конечном итоге у нас процесс завершится, так как порядок на мономах допустимый, и таким образом удовлетворяет условия минимальности. в итоге мы отредуцируем к нулю. А это и означает, что уже это стандартный байт. То есть все упирается в обструкции. Если обструкций достаточно много в системе порождающих, ну не в системе порождающих, а в качестве старших членов системы порождающих, то тогда уже это стандартный базис. В противном случае это не так. В противном случае это не так. Ну и следствие. следствие такое. Идеал И нашей свободной ассоциативной алгебры обладает конечным стандартным базисом Вон порождается система ИЖ. Тогда итог тогда, когда число обструкций конечного. Вот это условие конечности стандартного базиса. Ну вот вопрос. А можно ли проверить конечен ли ну то есть стандартных базисов много можно придумать. Например, взять вообще все элементы идеала. Такие есть. Ну это будет стандартный базис ну с сильно большим запасом. Как бы никакой пользы от этого стандартного базиса у нас не будет. Поэтому мы из этих всех стандартных базисов должны выбрать какой-нибудь наиболее простой для нас. Ну давайте в связи с этим сформулируем такое определение. стандартный базис G в идеале I называется редуцированным 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 если 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 первое любого G из систем порождающих старший коэффициент равен енице. Ну то есть мы в любой момент можем на старший коэффициент поделить добиться этого. То есть это условие не такое существенное. Второе условие что мы не можем отредуцировать никакой элемент системы порождающих к нулю. Не редуцируется к нулю с помощью остальных элементов. Он только с помощью себя редуцируется к нулю. С помощью остальных не редуцируется. ну и вот утверждение которое говорит о том что редуцированный стандартный базис существует и единственный. Существует и единственный. Доказательства. рассмотрим вот такое множество F. Множество такого вида у и т минус а комическая форма у и т минус а комическая и т обструкция ну у нас мы будем говорить что мы берем вообще все обструкции какие есть ну их можно занумеровать натуральными числами поэтому мы можем индекс и ставить и пробегает не более чем счетное множество если обструкция конечна оно конечное если бесконечна то их счетное число и вот такое множество посмотрим что мы можем про него сказать ну во-первых это множество является множеством нашего идеала i ну почему так как наша алгебра наша алгебра распадается впадается в прямую сумму нормальных элементов и идеала i элементов с нулевой конечной формы значит чтобы это сделать в качестве стандартного базиса мы возьмем ну какой-то стандартный базис не обязательно что-то редуцированный какой-то а некоторый стандартный базис тогда если его зафиксировать у нас определяется линейная схема симплификации со свойством канонизации и вся алгебра раскладывается в прямую сумму нормальных элементов и это элементы с нулевой конечной формы вот вот таким образом ну хорошо хорошо посмотрим тогда на кроническую форму вот такой разности кроническая форма это линейный оператор и проектор два раза применить кроническую форму это не сделать и сделать это только один раз ну и получается ноль в данном случае это означает включение f в и и когда разговор идет про канонические формы уже считается что перед нами схема с канонизацией то есть в нашем случае это означает что мы построили какую-то систему порождающих идеала и которая является стандартным базисом вот и в этом случае мы можем говорить про кронические формы хорошо ну давайте убедимся в том что f это редуцированный стандартный базис для идеала и ну почему так так как посмотрим что такое есть множество старших членов многочленов из множества f это все обструкции это наши все обструкции но по построению значит старший член вот этой разности раз у нее каноническая форма нулевая это вот обструкция каноническая форма обструкции меньше по порядку на суппортах чем суппорт уитова и вот таким образом старший член старший маном это обструкция хорошо значит с этим мы разобрались ну и в таком случае мы уже знаем что f это стандартный базис он содержит все обструкции будет ли он редуцируемым ну первое условие конечно выполнено если мы посмотрим здесь старшие коэффициенты равны единичке ну второе условие почему оно выполнено элемент уитая минус его кроническая форма не редуцируется с помощью какого-то другого элемента ужи а минус кроническая форма ужи для жи не равного и почему ну потому что если бы это редукция произошла бы то уитая не являлась бы обструкция чтобы редуцировать мы должны в старшем члене отыскать в качестве подслова ну старший член системы порождающих относительно которой мы редуцируем ну в частности там где-то обструкция есть в конечном счете мы ее получим ну а этого не может быть потому что здесь уже обструкции они разные написаны ну все значит это редуцированный стандартный базис редуцированный стандартный базис единственность существования показали то есть имея некоторый стандартный базис вычислив с помощью этого стандартного базиса коронические формы всех обструкций и произведя вот такое вычитание мы можем построить редуцированный стандартный базис ну вот пусть f1 это какой-то редуцированный стандартный базис для i ну вот вопрос как он устроен тогда f1 это обструкция минус нормальный элемент уитая обструкция f1 нормальный элемент то есть тот который далее никуда не редуцируется обструкция там обязаны быть старший коэффициент единица и только в этом случае с помощью других элементов этой системы мы не редуцируем вот эту разность ну хорошо посчитаем кроническую форму вот этой разности кроническую форму относительно стандартного базис g в котором мы работаем ну у нас получится что кроническая форма уитова минус кроническая форма фитова но фитовый нормальный элемент он никуда больше не редуцируется поэтому кроническая форма его это он сам а с другой стороны кроническая форма разности нулевая ну так как обструкция минус нормальный элемент лежит вот в идеале так как отличается от обструкции только на вот этот нормальный элемент а у нас тут прямая сумма написана вследствие того что мы имеем дело с схемой симплификации со свойством колонизации то есть вот таким образом эрфита определяется однозначно и является колонической формой вот таким образом мы имеем что редуцированный стандартный базис существует и единственный ну давайте обсудим вот такой вопрос есть у нас система порождающих идеала и ну конечная пускай будет мы уже понимаем как определить является ли данная система стандартным базисом или нет то есть вот мы просто берем все полиномы второй аспект алгоритмический мы просто берем все полиномы смотрим редуцируются ли они к нулю если да то перед нами стандартный базис если нет то базис не является стандартным вот предположим что у нас есть идеал конечно порожденный существует ли алгоритм проверки того является ли редуцированный стандартный базис для и конечных не обязательно редуцированный брать хоть какой-то стандартный базис хоть какой-то стандартный базис не обязательно редуцирован является ли хоть какой-то стандартный базис конечным можно ли это проверить алгоритмически утверждение утверждение массовая проблема 3 звездочки вот это алгоритмически неразрешимо алгоритмически неразрешимо то есть ну не очень-то много у нас свободы ах мы не можем даже убедиться в том является ли стандартный базис конечный существует ли конечный стандартный базис хоть какой-нибудь ну например редуцированный поэтому мы многие вопросы в свободной ассоциативной алгебре алгоритмически решить ты не в состоянии ну почему это так давайте сделаем следующее рассмотрим алфавит x конечный и полугруппу с единицей в этом алфавите h полугруппа ну маноид полугруппа с единицей в алфавите x заданное полугруппу по по предоставлению то есть имеется ввиду что ну не любую там не любой маноид мы рассмотрим а вот такой то есть это маноид порожденный алфавитом x базовая эквивалентность выглядит так ну тут есть единиц поэтому можно писать x1 эквивалентная единица и так далее xn эквивалентная единица вот такой маноид мы возьмем ну если там все буквы эквивалентные единицы то ясно что это даже группа есть стоит она только из единицы дальше мы рассмотрим идеал g порожденный вот этими разностями x1 минус 1 и так далее xn минус 1 это двусторонний идеал свободной ассоциативной полугрупповой алгебры над алфавитом x ну на первой лекции мы узнали когда доказывали алгоритмическую неразрешимость проблему вхождения в идеал мы узнали что два слова в алфавите x эквивалентные в полугруппе h тогда и только тогда когда разность их попадает в идеал разность их попадает в идеал ну и если соответствующий алгоритм существует ну какой алгоритм соответствующий проверки является или хоть какой-нибудь базис стандартный конечный соответствующий алгоритм существует то по по ко-представлению два двойки вроде сегодня не было по ко-представлению два можно распознать свойства того что порядок того что порядок порядок равен дениса марковское свойство можно распознать это марковское свойство ну на первой лекции мы про это говорили давайте я объясню почему вот если алгоритм проверки является ли хоть какой-нибудь базис конечным существует почему вот можно распознать тогда вот это свойство ну в самом деле в самом деле в самом деле а как мы это будем делать а если алгоритм говорит да для идеала g то есть для идеала g то есть он говорит да то давайте абстрактно для какого-то идеала просто есть у нас массовая проблема мы запускаем алгоритм отдельная отдельная задача проблема мы занумеровали натуральными числами на вход этому алгоритму подается натуральное число и он говорит да или нет в зависимости от того соответствующая отдельная задача в данном случае в роли отдельной задачи у нас выступает идеал какой-то и вот он говорит этот идеал обладает хоть каким-то стандартным базисом конечным или нет если алгоритм говорит да то тогда соответствующая полугруппа по порядку равна единице и как это можно распознать это можно распознать это можно распознать построив стандартный базис конечный для идеала и плюс по этому стандартному базису построить редуцированный редуцированный мы знаем алгоритм сказал да то тогда мы строим стандартный базис с помощью алгоритма Бухбергера он будет конечным так как мы это знаем по стандартному базису мы смотрим значит все возможные редуцирования элементов стандартного базиса получаем редуцированный стандартный базис и сравниваем его с x1 минус 1 x2 минус 1 и так далее xn минус 1 ведь мы уже знаем что редуцированный стандартный базис идеала существует и единственный и если мы его построим он будет таким то мы распознаем что группа полугруппа у нас из единицы только состоит вот если алгоритм говорит нет но мы тогда ничего не делаем тогда базис стандартный бесконечный и никакой стандартный базис не является конечным если алгоритм говорит нет то соответствующая полугруппа ну не совпадает с единицей потому как в случае совпадения ее с единицей как мы видели соответствующий идеал был бы обладал бы конечным стандартным базисом а это вот не так нам алгоритм сказал что это не так вот то есть получается то есть имея алгоритм проверки конечности стандартного базиса мы получим алгоритм распознавания марковского свойства свойства состоящего в том что порядок полугруппы по ко-представлению мы сможем это распознать порядок равен единиц ну по теореме Адзяна Рабина Маркова 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 Адзяна Рабина такого алгоритма нет алгоритма распознавания марковского свойства нет ну значит и мы не можем проверить является ли стандартный базис хоть какой-нибудь конечным а вот ну как построить редуцированный стандартный базис что вот давайте обсудим это тоже я думаю на вот этом мы завершим что есть стандартный базис какой-то конечный для идеала и как перейти к редуцированному ну как перейти к редуцированному ну значит берем G1 редуцируем с помощью всех остальных элементов стандартного базиса получим затем да давайте G2 редуцируем с помощью остальных элементов и так далее получим получим G1 с черточкой и так далее Gm с черточкой знаете с крышками в черточке это у нас старшие члены и вот это будет редуцированный стандартный базис ну после сокращения на старшие коэффициенты после сокращения на старшие коэффициенты после сокращения почему ну потому что каждый элемент далее с помощью остальных никуда не редуцируется и поскольку он этот базис существует единственным но мы вот его и получим собственно говоря то есть вот имея стандартный базис какой-то мы можем алгоритмически перейти к редуцированному это нам проблема не составляет никакой и таким образом вот алгоритма ответ на вопрос существует ли хоть какой-нибудь конечный стандартный базис мы не можем построить мы не можем построить ну давайте еще я думаю вот так парочку примеров редуцированных стандартных базисов мы рассмотрим и на этом завершим на сегодня вот допустим например первый возьмем а свободную ассоциативную алгебру над алфавитом х где х это однобуквенный алфавит ну в частности у нас просто кольцо многочленов от х ну и соответственно тогда это коммутативные многочлены получается ну мы хорошо знаем что если у нас есть идеал этого кольца многочлена то мы можем задать элемент его этот идеал одним элементом нам надо взять наибольший общий делитель всех вот этих вот многочленов но наибольший общий делитель определен естественно однозначно только лишь с точностью до ассоциированности то есть мы можем на и нулевую константу его умножать сколько нам угодно и в таком случае а вот это будет редуцированный стандартный барис ну конечно тут надо определить как мы сравниваем маномы ну сравнение естественное а тут проблем нет никаких мы говорим что х в степени и меньше х в степени g если и меньше g вот и тогда мы конечно можем запустить тот же самый алгоритм евклида например по факту это алгоритм бухбергера но только вот для специального случая и построить редуцированный стандартный базис ну второй пример рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений от n переменных с m неизвестными от n переменных с m уравнений значит обозначим за g и t это разница между левыми частями и т уравнений и правой части это уравнений рассмотрим идеал порожденный элементами g1 и так далее gm идеал ну кольца коммутативных многочленов от x1 и так далее x можно и в общем то не коммутативные тоже брать потому что коммутативность а не коммутативность играла бы роль только если у нас степень каждого уравнения не была бы первой то есть тут были бы нелинейности какие-то но этого нет поэтому можем писать квадратные скобки можем писать угловые скобки это не имеет абсолютно никакого значения ну и вот естественно тут уже нужно задать упорядоченность ну скажем x1 мы будем говорить что больше x2 и так далее меньше xn вот такой порядок переменных мы возьмем и будем методом гаусс приводить к ступенчатому виду элементарное преобразование строк мы будем делать и у нас в конце концов получится что-то вот такого плана будет ступенчатый вид тут будет стоять звездочка тут будет стоять звездочка и так далее значит вот эти элементы на ступеньках как известно не нулевые тут стоят нули ну и правая часть какая-то b1 с волной br с волной ну тут нули тоже стоят будем считать что система совместно у нас для простоты хотя это в общем не имеет никакого значения ну что мы можем сделать дальше мы можем сделать так чтобы звездочки были единицами сделать обратный ход метода Гаусс то есть добиться того чтобы и сверху над этими единичками стоял стояли нули то есть у нас будет единичка единичка тут нолики вот таким вот образом ну внизу нули ну а здесь b1 с крышкой br с крышкой тут нули и вот если мы запишем это в виде уравнений то у нас получится и правые части перенесем влево получится редуцированный стандартный базис записывая в виде уравнений получим элементы редуцированного стандартного базиса для идеала и вот то есть а получается что такой вид если мы зафиксировали упорядоченность иксов а такой вид а именно матрица системы в таком виде определена однозначно по системе ну и вот используя этот факт в более общей ситуации нелинейных алгебрических уравнений мы сможем довольно таки легко и просто построить алгоритм проверки того являются ли две системы нелинейных алгебрических уравнений эквивалентными или не являются нам по мотивам вот этой конструкции будем действовать ну тогда значит на сегодня все в следующий раз продолжим спасибо до следующей недели до следующей недели до следующей недели до следующей недели